Друзья, всем большой привет, сегодня у нас Егор, канал Gravity Гравировка. Сегодня тема про станки, про лазерные станки. Сегодня будем делать тест на ОФ-станок. У меня здесь стоит сейчас станок. Интересная затея протестировать необычный станок, то есть на глубину гравировки. Сразу скажу, что данный станок используется для внутреннего рынка Китая в основном. В большинстве случаев станок он получше, чем почему-то идет GPT. Я не знаю, вот так сложилось, что он почему-то идет лучше, чем GPT. Попрошу его обязательно, чтобы они тоже мне дали на него ссылку, то есть чтобы этот станок был в ссылочке в описании под данным видеороликом. Итак, затея теста. Сейчас покажу более подробно, что интересует меня в данном случае. У данного лазера есть хорошая сила импульса, и за счет этого мы получаем то, что гравировка происходит не только на стекле, на поверхности стекла площадью 80 на 80 мм, при случае мы используем линзу 100 на 100 рабочее поле, но при всем при этом он гравирует и внутри стекла. Да, качество напрямую зависит от того, какая будет поверхность стекла, насколько оно будет чистое, потому что была ситуация, где я делал герб, и у меня, блин, мой отпечаток пальца остался на поверхности, и за счет этого у меня этот же отпечаток пальца также отгравировался в самом гербе внутри. Вот, и напрямую будет зависеть опять же от качества стекла и его состава. В нашем случае идет обычная силикатная, здесь у нас толщина стекла идет 10 мм, протестим вариацию гравировки, по миллиметру буду пускать каждый раз ниже, и каждый раз буду писать там 0 мм, 1 мм, 2 мм, 3, 4, 5, 6 и так до 10 мм, пока мы всю плоскость не пройдем насквозь от начала до конца. Затея прикольная, в том плане, что мы увидим, что насколько данный станок может глубоко заходить в стекло по гравировке, потому что чем глубже заходит стекло, тем, соответственно, больше влияет качество стекла, и вот эта структура стекла, она будет рассеивать лучше, соответственно, вот, и будет теряться опять же импульс в данных лазерах, поэтому здесь интересна затея проверить именно максимальная глубина возможной гравировки на данных станках. Давайте бегло создадим маркировку, чтобы чей-то был макет, я сейчас в сторону уберу, чтобы он не мешался здесь. Затея максимально простейшая, то есть мы просто берем текстовый файлик и пишем здесь 1 мм, так, мм, 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 так, ооо, сорян, ребята, здесь по-китайски все будет сложно, потому что они используют свою транскрипцию какую-то определенную, я в ней не шарю, честно, вот, 1 мм, шрифт мы убираем с заливкой, давайте выберем какое-нибудь такое пожирнее, чтобы это было все хорошо, прям видно, типа ареала black, что-нибудь в этом роде, так, применить, ну и размер шрифта, я не знаю, смысла не вижу делать рамп супер огромным, сделаем его размером 15 гайдер, лучше будем ориентироваться по высоте, высота 5 мм, будет более чем достаточно, то есть общее количество миллиметров, она составит 50, с учетом расхождения по линиям, будет где-то около 60 мм общая гравировка, вот, первое с чего начнем, это начнем с нуля, ноль, заполнение данной гравировки будет идти в 0,02 мм, скорость маркировки 300, кГц 30, киупульс 1, как подсказал очень грамотный человек, что, ну так на весь здесь в действительности, то есть чем короче киупульс, тем сильнее будет выстрел потока, чем меньше киупульс, тем соответственно будет слабше выстрел потока, вот, поэтому киупульс здесь ставится от 1 до 25, регулируется тем самым мощность выстрела потока, мощность самого станка никаким образом здесь не регулируется, работает на 100% мощности всегда. Поехали тестировать, самому тоже интересно как это все будет, как это все получится, что мы увидим в результате, хотя я примерно уже чуть догадываюсь, потому что та же самая работа по стеклянным бокалам, на таких станках с перепадом фокуса на расстоянии, когда у вас бокал идет, ну давайте так условно нарисую, когда у вас бокал имеет вот такую параболическую форму изогнутости, то естественно в определенном месте у вас будет, ну допустим скажем там в верхней части у вас будет фокус, а здесь у вас уже будет расфокус верхней части, либо наоборот вы ставите среднее значение, то у вас здесь будет расфокус нижней части и верхней части будет расфокус, и вот в верхней части расфокуса у вас как раз-таки лучше пролетает через стекло и выгравирует нижнюю часть. Ну, двигаемся к тестам, к нашим экспериментам. Самая сложная задача это сделать стекло чистым. Так, у нас здесь вот стоит, сейчас надо камеру настроить, чтобы вам было тоже всем видно хорошо прям. И еще сразу из моментов, чтобы не было обид, там типа плохо снял, плохо заснял, УФ-маркировку сложно снимать, в том плане, что, ну тем более на стекле, тем более надо убить сейчас глубину, в том плане, что сложно обратить внимание на вот этот момент прохождения пучка через стекло, либо, скажем, образование в стекле. Сейчас я еще чуть-чуть добавлю, вот так вот. Итак, первое значение ноль, да, ставим ноль. Есть, нажимаем F1, есть, отлично. Готово, все идеально, все хорошо, отгравировалось четко. По УФ-ке в этом плане вообще прям вопросов не возникает. Следующее значение 1 мм ниже фокуса. Тоже самое скверо двигаем чуть-чуть. В определенный момент ты лучше выходишь на поверхность и начинаешь маркировать сверху. Но вот как раз идет нестабильность. Двигаемся дальше. Следующее у нас будет идти 2 мм ниже фокуса. Готово. Я вижу, что отгравировалось качество, ну, более-менее приемлемое, ниже стекла, то есть пальцами не цепляется. Но при всем при этом гравировка здесь есть. Да, она видно будет, может быть, с подсветкой только лишь, либо с подсветкой с тыльной стороны. То есть можно, скажем так, делать такие дисплеи. Но уже результат лучше, чем был на 2 мм. Двигаемся дальше. Высота 3 мм. Сейчас фокус трюмает сразу. Ну, сейчас я не смогу оценить данный результат, потому что видно, что отгравировалось. Насколько качественно ХЗ. Вот. Но при всем при этом с торца стекла очень видно хорошо образование именно самой гравировки. Что уже принципе радует. Переходим к следующему уровню. Это 4 мм. Ну, в принципе, то же самое. На 3 мм, конечно, выглядело поинтереснее, чем на 4 мм. 4 мм уже не так читабельно. Даже вижу здесь торца и сверху та же самая история. Переходим дальше. На 5 мм и, скорее всего, 6 мм будет последний результат. Потому что у нас ниже мы можем попасть уже на сам камень, на плиточку. Этого делать бы не хотелось бы на самом деле здесь. Так. Но я, честно говоря, сделаю два прохода. Вот второй проход. У нас первого не зацепило. Это не зацепило. То есть, что мы здесь видим. 5 мм уже не цепляется, но при всем при этом мы снизу бьём по плитке. и наше стеклышко снизу тоже цепляется. Давайте так, с торца. 0, 1, 2, 3, 4, 5. То есть самый оптимальный вариант это 2 и 3 миллиметра. Сейчас хочется делать тест на максимальный размер поля гравировки, потому что собственно то что мы можем гравировать это понятно делать. Теперь вопрос насколько мы сможем широко гравировать в таком варианте расфокуса. Потому что при отклонении луча вправо-влево мы теряем уже фокусное расстояние либо теряем качество луча. Так, F1, трассировочка, размер ширины 70, высота 15, глубина 2 миллиметра. И так, сома, в общем, вау. Вряом переход. Замерочка. Замерочка. Вау! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, касаемо надписи, смотрим Она получилась, она находится под стеклом Глубина в 2 мм Смотрим теперь лицевую сторону То есть Сама надпись есть Хорошо читаема Из нюансов Она не так хорошо насыщена Когда делается на зеленых лазерах Именно специально под это заточенные Если смотреть с торца Глубина нанесения Данной гравировки От поверхности стекла Ребят Ну я думаю Показал полезную информацию От вас Требуется самое маленькое Это Поставить палец вверх Обязательно Как можно больше Вот Написать адекватный комментарий Под видеороликом Почему я говорю именно про адекватный Потому что неадекватный Может написать любой Человек Итак По ссылкам Оставлю в описании Данные лазера Я надеюсь они добавят В продажу Именно на международный рынок То есть не только на внутренний рынок По качеству гравировки Ну в принципе Пока я вижу Что он ничем не отличается От того же самого GPT Даже в каком-то случае Он немножко лучше Чем GPT Ну и всем как говорится Побольше Хороших гравировок Качественных С получением Хорошего результата Все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok